Мама, я на свете словом не воплели Мама, ты раздеваешь, но печально пей Эта песня на жестовом языке растрогала одного из школьников до слез. Уж очень грустной она ему показалась. Анна Копылкина, ученица коррекционной школы, исполнила одну из своих любимых композиций. У девушки остаточный слух, но она с детства любит музыку и поет. Правда, пение у нее особенное. Я увидела в телевизорах, что ребята поют на жестовых песнях. Я посмотрела, мне очень понравилось, и я решила это попробовать, и у меня получается. У меня родители тоже плохо слышат, и они меня научили песню петь и расковаривать на пальцах. Концерт, где одновременно выступают дети с нарушением слуха и без таковых отклонений, это первый опыт для Владивостока и Приморья в целом. Здорово, что наши дети сдружились. Это сейчас очень важно, чтобы наши девочки и мальчики не чувствовали себя какими-то не такими. С праздничной программы ученики приехали в Дом престарелых, чтобы в преддверии Дня Победы уделить ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и просто пожилым людям свое внимание и сказать спасибо за мирную жизнь. Мне кажется, каждый человек в наше время обязан это делать, потому что люди сделали такой подвиг, и мы все обязаны им за такую победу. В Седанкинский Дом престарелых различные коллективы с концертами приезжают часто. По словам руководителей учреждения, особенно их подопечные любят, когда выступают дети. Ну а почему же не любить, когда нужно? Это хорошо, даже полезно. Пусть чаще приезжают, хоть каждый день, хоть на день, дважды. Глухих деток, которые выступали на жестовом языке, пожилые люди приняли на ура. И после каждого номера зал буквально взрывался от аплодисментов. Ну я вот смотрю, как отреагировали наши проживающие. Конечно, с восторгом. Ну вот вы слышите. Конечно, с восторгом. На дебютном концерте дети из коррекционной школы останавливаться не собираются. Возможно, в будущем их выступления войдут в рядовую практику, а песни на жестовом языке увидят и услышат все жители Владивостока. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.